здравствуйте друзья у нас вопрос как относится в сша людям с депрессиями вот насколько толерантно общество к людям с депрессиями надо сказать что время такое динамичное в том смысле что меняется быстро меняются быстро нагрузки на человеческий мозг в частности я помню знаете первый раз столкнулся с этим но не в депрессии с депрессии в таком смысле прямом а вот когда нашей дочери было лет не помню 4 5 мы были у врача выгон знаете вы как-то ребенок нервничает вот там как то вдруг плакать начинает там еще что-то и она говорит а что вы хотите говорит она вот если бы там она такой же была в возрасте женщина она год если бы 20 лет назад такого ребенка мне бы там прибери я бы сказал что у него там нервный срыв а сейчас ведь все дети такие меняется понятие того что такое перегрузка там на ребенка сейчас все такие вот вот так такая жизнь поэтому значит в соединенных штатах как и вот да и в других странах тоже на людей на наваливается очень много обстоятельств и может быть даже и больше чем в других странах я не знаю то есть конечно люди по разным причинам могут оказаться на грани нервного срыва или там даже в депрессии так далее то есть у кого-то молока нет ребенку дать значит накормить у другого там я не знаю он не знает как рассчитаться там по долгам у третьего там бизнес обанкротился разные вещи бывают в жизни жена ушла там еще что как относится я я бы сказал что сравнивать мне удается только с тем как вот в советское время был я не исключаю что например сегодняшний там россии украине там беларуси по-другому относится я я знаю что медицина тоже меняется но в наше время как-то над этим подсмеивались знаете как я так вот в народе ну там чё там а много было странных людей очень много было странных людей так что вот вроде стоит стоит хотя мог бы и бритовкой поди знай в америке много народу такого но вот скажем советское время они бы где-нибудь в заведении находились там под присмотром а тут они как бы так по улицам свободно разгуливать то есть чтобы человека куда-то упрятать вот по этой линии это что-то должно быть экстраординарное то есть если он не считается социально каким-то вот сильно опасным вот так ходит тоже много народу но если мы говорим про например людей более-менее он вот как мы все да тоже вот любой из нас может как в каких-то обстоятельствах оказаться под стрессом таким серьезным я видел просто по работе когда присылают людей потерявших работу присылают к нам на повышение квалификации там уже из компетентных источников там где за них деньги платит государство есть всякие программы по реабилитации и я например вижу что есть люди которые ну скажем за 50 а так еще бывает что и ближе к 60 которые там 20 лет на одном месте просидели особенно в хорошей компании знать на порогов объем печки вот и бах и увольнения сокращения а им казалось что им как бы положено им казалось что они неприкасаемые что у них как бы все обеспечено там схвачено просто по факту того что это такая хорошая большая компания и было такое когда-то но есть на 50-е годы так было может сколько вы может 60 это вот а сейчас такого нет сейчас тебя сбрасывают ну ничего личного эти ну просто обстоятельства такие вот и они тоже получают же много понимаете если много лет в одной компании они уже много получают да на эти деньги можно двоих нанять молодых волков которые будут там грызть эту кость они обсасывать пройти поэтому что тут скажешь то и вот поскольку они себе там надумали что-то и у них они не работу потеряли в этот момент они всю жизнь свою потеряли вся жизнь обвалилась и они идут ну куда вот в частности к врачу могут попасть им раз таблеточку я был на какой-то лекции там не помню с чем связано и там дали список пяти наиболее часто прописываем их лекарств врачами и из них 2 по изжоге еще два по холестеролу я там не помню название а 5 я помню 5 было залов это такой успокоительный препарат 5 эти вот вот сравнимо с изжогой и значит с холестеролом поэтому я субъективно вот как бы так сравнивая с тем что видел когда-то в ссср могу сказать что здесь все эти вот успокоительные выписывают с такой же легкостью как там она не знаю от поноса очень слабительным или наоборот укрепляющим легко и когда человек приходит я вижу прямо по ним по нему видно что он на таблетках это заметно вот он такой благостный такой вот все у него хорошо и кто-то так и остается и ничем проходит несколько месяцев я вижу что так ничего не изменилось а есть люди которые так потихонечку у них это проходит и я с каким-то советским бывшим психологом на эту тему говорил женщина здесь другими делами занимаются но как бы я и говорю что таблетки дают с такой легкостью и она говорит ты знаешь многих людей это спасло вот то что они не перегрелись не перешло за какую-то черту наверное я не врач они специалист ничего не могу сказать на эту тему вот кроме того что так наблюдаю немножко со стороны в обществе относятся очень хорошо то есть то смысле что никаких проблем это не вызывает но человеку не тяжелый момент он там на таблеточках или там у него депрессию есть там очень много инвалидов поэт по этой части то скажем получить инвалидность по голове намного проще чем там допустим по какому-то физическому недугу но если только конечно если там на месте все конечности то дальше уже сложно начинается там подержали немножко на инвалидности там какое-то время он должен вернуться в строй там и так далее по голове это может быть из детства и абсолютно в любом возрасте очень очень много людей на социальных программах которые вот всякими диагнозами по этой части не обязательно депрессии и опять я я диагнозов не могу не только ставить но даже понимать толком о чем речь поскольку совершенно не моя область но раз вопрос был о депрессиях ну все все понимают что стресс все понимают что человек может в какой-то момент там чего-то сорваться там или что-то бывает ну дальше уже зависит если он сорвался там пришел сашмайсером и положил там половину отдела это одно если он там ну я не знаю таких в мирных формах происходит но бывает ну что делал бывает и никто над ним смеяться не будет никто не попытается его как-то обидеть там или что-то другое дело что если вы на работе например и у вас такое состояние то ну там как и с любым другим заболеванием значит там пару месяцев вам платит значит зарплату потом вы переходите на инвалидность и есть временная инвалидность есть постоянная инвалидность это целый механизм как бы мы сейчас в эту сторону не движемся но есть очень много людей которые оказались на временной инвалидности disability это называется здесь английское слово значит они либо либо у них временная disability либо у них постоянная disability и соответственно там всякие программы к этому и так далее так что это это не дай бог конечно там оказаться по любой абсолютно причине не обязательно там с депрессиями и так далее но ну да есть такое есть и из-за этого возникают всякие такие движения и дауншифтинге такие да чек не хочет на себя брать лишнего на проделает простую работу много ему начать много не надо там на на жилье на телевизор там на на пепси на пиво на пиццу он себя зарабатывает не напрягая мозги и все я знаю много людей которые уходят от более сложной работы к работе попроще особенно ближе к пенсионному возрасту вот я недавно со студентами там рылся в дайсе там смотрел но мы смотрим они приходят и мы смотрим что сделать чтобы профайл этот лучше выходил в поиск когда рекрутеры ищут и смотрю а там вот человек я его знаю уже лет двадцать с лишним и он был программистом серьезному он кандидат наук по компьютер сайенс был общий знакомый по москве там у нас очень такой я я очень хорошо знаю и он был очень приличный программист а сейчас я смотрю ищет работу там на тестера он правда так адекватную какую-то денежку хочет там типа тысяч там 140 но я просто что хочу сказать тяжело понимаете мужику под 60 тяжело у нас были студенты и студентки так скажем женщины программисты вот ей так стукает там чуть 43 44 45 ей уже тяжело там с пацанами и мать и тут своих семья муж там всякие дела и нет сил уже вы можете конечно гоняться вот за этим за всем вы можете пытаться соответствовать вы можете там с пацанами конкурировать но это это же и ведет к срыву это ведет к депрессии это ведет каким-то психологическим проблемам многих людей понятно что если ты себя вставишь в стрессовую ситуацию все болячки от стресса разве только по голове это же это же просто все и печень и почки и все что угодно и поджелудочная да вот диабет и я уже не в этом сердечно-сосудистые там и так далее вы посмотрите что творится если вы посмотрите на соединенные штаты вот на динамику заболеваний сердечно-сосудистых и особенно диабета так это же все от стресса происходит это не только от того что пища вот мы такую видим или сякую хотя наверное пища тоже сказывает вот но стресс так что есть такой знаете известный то ли анекдот то ли из жизни в реально там было как рокфеллера спрашивает приятель но тоже инвестор вот он спрашивает говорит рокфеллер жалуется он как ты понимаешь где там деньги лежат в разных местах и и это столько переживаний ягод по ночам спать не могу и тот его говорит так ты переложи в какие-то инвестиции где поспокойнее могут но в какие и рокфеллера могут ну а кто за слиппинг поинт тогда ну то есть там где ты можешь спать эти поэтому одни люди лучше держит стресс другие хуже от возраста зависит да там он допустим помоложе он легче держит там постарше ему тяжелее и так далее значит я бы даже не столько вот хотел в этом упереться в то как в америке относятся к людям с депрессиями я я хотел больше предостеречь ребят которые помоложе особенно и они не привыкли как бы за собой может быть присматривать еще ребята если вы видите что у вас стресс и это продолжительное время какое-то занимает поберегитесь потому что это этот это так просто не пройдет или скажем так есть большая вероятность что так просто не пройдет может быть не стоит рисковать надо надо беречься к сожалению в этих делах обратного хода часто нет и намного проще не доводить до срыва нежели например потом из этого срыва выходить это как бы так почти аксиоматическая истина но кто же умные то вперед все умные все обычно задним умом туда вот задним числом поэтому в общем если вы чувствуете что вы в стрессе как бы это ваша жизнь связана со стрессом существенным задумайтесь может быть надо что-то менять в этом во всем так я приехал на работу не хочу никого обидеть тут на парковке в общем хочется закончить на оптимистичной ноте и сказать что стресс это не наш путь но бывает конечно все бывает и следим за здоровьем вот такая будет концовка у меня счастлива